Новый сезон ночной хоккейной лиги открыт. Соревнования для настоящих мужчин эффектно стартовали накануне в Ледовом дворце школы Олимпийского резерва «Труд». О том, как прошел первый день соревнований, расскажет Катрина Тайборей. Ровно 21.00. Старт дан. Накануне в Ледовом дворце было особенно жарко. Соревнования в рамках ночной хоккейной лиги – одни из самых важных и престижных соревнований для хоккеистов. Перед началом первой игры спортсменов поприветствовал губернатор Нейнского округа Юрий Бездудный. «Желаю вам ровного льда, метких бросков ворота соперника, ну и пусть победит сильнейший». Серьезная игра началась с первых секунд первого периода. Первая забитая шайба оказалась в копилке команды «Труд». Но надолго ли? Ведь конкуренция между соперниками серьезная. Игорь Гвозь из команды «Полярные волки» играет в хоккей с самого детства. В возрасте 7 лет вместе с друзьями он впервые вышел на лед и верен ему до сих пор. «Был набор в поселке Искатели тогда еще, приезжал новый тренер. Ну и с этого момента занимаюсь, то есть интерес был». Году тренировок закаляют тело и дух. Хоккей не для слабаков. Но кроме силы и уверенности требуется нечто большее. «Хоккей практически все виды спорта, от шахмата до бокса, до футбола, все это включено в одном». Игра напряженная. Борьба за победу честная и силы равны. «Игра будет максимально напряженная. Оба состава на уровне примерно на одном. Где-то слабее, где-то сильнее. То есть напряженность большая». Для спортсменов очень важна поддержка болельщиков и близких. Особенно на таких важных соревнованиях. С трибуны Игоря поддерживает его супруга Евгения. «Поддерживаю от души. Стараюсь всегда присутствовать на играх. Чтобы посещал тренировки обязательно. Все выезды. Чтобы была мотивация. Чтобы был закал играть и продолжать играть всю жизнь». Жители Наринмара также пришли поддержать своих друзей и знакомых. «Поддерживаем полярных волков, а именно Антона Пашкина. Ну пока очень-очень нравится. Мы расстроены, что не наша команда. Но мы держим кулачки и надеемся, что все догонят и перегонят. Вообще первый раз пришли, поэтому мне очень нравится. Захватывающе». Ночная хоккейная лига ежегодно стартует в регионе на протяжении 11 лет. В этом году из-за неблагоприятной эпид-обстановки удалось собрать только три команды хоккеистов. По регламенту чемпионата каждая команда должна сыграть не менее 15 игр. Команда-победитель представит регион на выезде в финале НХЛ. «Команда-победитель регионального этапа представляет город Наринмар в финальных соревнованиях, которые проходят в городе Сочни. Ну и там добивались неплохих результатов. Команда завоевывала и третье место, и второе место в своих дивизионах, в которых участвовала». Игры продолжаются. Ну а мы будем следить за развитием событий. Катрин Тайбарей, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Катрин Тайбарей